Девушки отдыхают 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 По словам очевидцев, преступник управлял седаном серого цвета. На Олбани-авеню водитель не заметил прохожего и на огромной скорости сбил 30-летнего Касима Вильямса, протащив его несколько метров. Подозреваемый с места происшествия скрылся. У погибшего остались супруга и трое детей. Он был удивительным отцом. Он очень любил всех своих дочерей. И вот сейчас мы его потеряли. Мы всегда понимали друг друга. Такие отношения даже не с чем сравнить. Мы все проходили вместе. Мы прошли все с нуля. Я еще раз напомню, что подозреваемого в смертельном ДТП до сих пор разыскивают. Полицейские надеются, что запись камер наружного наблюдения поможет найти предполагаемого виновника аварии в ближайшее время. Многие жительницы Квинса боятся выходить на улицу. Дело в том, что именно в этом районе полицейские разыскивают велосипедиста, который пристает к женщинам. На данный момент в департамент полиции с заявлениями обратились пятеро пострадавших. Все они рассказали одну и ту же историю. Молодой человек приближается на велосипеде к женщинам на тротуаре и хватает их за интимные места. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого. Это темнокожий житель Нью-Йорка. Ему от 20 до 30 лет. Но вот любого, у кого есть информация об этом человеке, полицейские, просят позвонить по телефону горячей линии 1-800-577-84-77. И еще раз повторю, 1-800-577-84-77. К другим новостям. Власти Нью-Йорка принимают экстренные меры в решении проблемы вейпинга. Напомню, что от употребления электронных сигарет в США уже скончались 7 человек. Вполне возможно, в Нью-Йорке ведут запрет на ароматизированные электронные сигареты. Штат может стать вторым после Мичигана, где уже запретили продажу вейпов с фруктовым вкусом. Политики делают все, чтобы убрать с прилавков электронные сигареты. Еще на прошлой неделе выяснилось, что в городе ими злоупотребляют несколько тысяч школьников. Так популярны у детей, а не популярны у детей и подростков. На фоне всплеска болезней и смертей, связанных с вейпингом, губернатор Нью-Йорка Эндрю Кома настроен очень решительно. Я хочу сказать, что вейпинг – это опасно. Точка. Мы введем запрет на все ароматизаторы для электронных сигарет, кроме табачного и ментолового. Плюс ко всему, в следующем году мы примем законопроект, который защитит подростков от назойливой рекламы электронных сигарет. Также закон ясно говорит, эти продукты не должны продаваться лицам младше 18 лет. Я не рассчитываю на федеральное правительство и на их ответственность, потому что я никогда не видел их серьезных осознанных шагов. Наше будущее сейчас в наших руках, и мы будем действовать. Я напомню, что президент США Дональд Трамп уже заявлял о возможном запрете вейп-продуктов на федеральном уровне. Но пока никаких конкретных действий глава Белого дома не предпринял. Ну и вот только что члены общественного совета проголосовали за запрет ароматизированных сигарет. Об этом сообщает телеканал Пикс-11. У бизнесменов есть ровно две недели, чтобы избавиться от электронных сигарет. Другим темам Нью-Йоркское метро ждет самый масштабный капитальный ремонт в истории. Сотрудники компании МТА, которая обслуживает общественный транспорт, заявили, что в ближайшие пять лет на нужды метрополитена потратят рекордную сумму. Это 54 миллиарда долларов. Менять планируют многое. Более 40 миллиардов уйдет на реконструкцию пригородных железных дорог, 7 миллиардов долларов на обновление сигнальной системы 11 линий метро, а еще 6 миллиардов на покупку почти 2000 новых вагонов метро. Это должно сократить задержки поездов на 10%. Как говорится в официальном заявлении, на 70 станциях появятся лифты. Это значительно улучшит доступность метро для пассажиров с ограниченными возможностями. Плюс ветку метро Кью на второй авеню продлят до северо-восточного Гарлема. Стоит отметить, что новый план реконструкции на 20 миллиардов долларов дороже предыдущего. Но размах объясняется серьезным объемом работ. Ведь деньги пойдут не только на обновление метро. В ближайшее время увеличится и количество городских автобусов. Миллиардеры покидают Нью-Йорк. Причина простая – высокие налоги. На этой неделе о переезде заявил один из самых богатых людей планеты. Инвестор Карл Айкан решил уехать в Солнечную Флориду. Об истории успеха иконы Нью-Йоркской Уолл-Стрит расскажет Лиза Каймен. Карл Айкан – один из самых высокооплачиваемых руководителей хедж-фондов. Форбс утверждает, что за прошлый год финансист заработал полмиллиарда долларов. В целом же его состояние Блумберг оценил в 20 миллиардов. Айкан – один из богатейших людей США. И теперь он решил сменить место жительства и место работы. А все из-за высоких налогов, которые он вынужден платить в Нью-Йорке. Миллиардер и бывший советник Дональда Траппа Карл Айкан владеет компанией Айкан Интерпрайз. Штаб-квартира, которая расположена в небоскребе Дженерал Моторс на 5-й авеню за моей спиной в Нью-Йоркском Манхэттене. Налоги штата Нью-Йорк на прибыль компании составляют 6,5%, тогда как во Флориде – 5,5%. Ну а для физического лица налог штата почти 9%, тогда как во Флориде он не взымается вовсе. Вот и собрался Карл переехать из этого небоскреба на остров Индиан Крик, особняк, на котором он приобрел еще в 90-х годах. Вообще вся жизнь Айкана прошла в Нью-Йорке. Он родился здесь в 1936 году. Десятилетиями был одним из крупнейших игроков на Уолл-стрит, но теперь он решил сменить каменные джунгли на пальмовые. Форбс, как я уже сказала, выяснил, что жизнь бизнесмен будет на острове Индиан Крик. Это место еще называют бункером для миллиардеров. На острове всего 40 участков. Айкану на острове принадлежит купленный в 97-м году прошлого века за 7,5 миллионов дом площадью около 1300 квадратных метров. Дата приезда тоже уже известна. Это 31 марта 2020 года. По данным Форбс, в этот день во Флориду переедет не только сам Айкан, но и его компания. Для подчиненных бизнесмен выдвинул жесткие условия, как и подобает Волку с Уолл-стрит. Тем, кто не готов променять Нью-Йорк на Флориду, придется искать новую работу. Лиза Каймен, Алексей Постников. РТВА специально для дежурного по Нью-Йорку. Компания Майкрософт снова оказалась в центре иммиграционного скандала. Сотни демонстрантов устроили сидячую забастовку против деловых отношений IT-гиганта с иммиграционными и таможенными ведомствами США. Вот это Пятая Веню. Группа протестующих требовала, чтобы Майкрософт прекратила позволять иммиграционной службе Айс использовать свою технологию в цитата «российской компании против иммигрантов и законных просителей убежища». Перед магазином Майкрософт можно было увидеть активистов с плакатами, на которых было написано «Бизнес заодно с Айс». В итоге более 70 протестующих были арестованы. Только так полицейским удалось убрать митингующих с дороги. Производитель программного обеспечения в свою очередь заявил, что благодарен полиции Нью-Йорка за их помощь. Ну а на Бруклинском мосту сотни таксистов компании Uber и Lyft устроили еще одну акцию протеста. Из автомобилей виднелись плакаты с надписью «Солидарность». Водители таким образом отстаивают свои права. На днях руководство двух огромных компаний ввели ограничения рабочих часов для своих сотрудников. В целом у каждого водителя рабочий день сократили на 22%. Об этом сообщает телеканал CBS. Таксисты посчитали такие действия нарушением трудового законодательства. Владельцы фирм по предоставлению услуг частного такси, похоже, прислушались к заявлениям чиновников, которые еще в августе прошлого года приостановили выдачу лицензий для тех, кто хотел бы работать в Uber. В некоторых районах Манхэттена из акций протеста сегодня возникли пробки. Мэрия Нью-Йорка на митинг таксистов пока никак не отреагировала. А еще частные таксисты жалуются на конкуренцию желтых кэбов. Дежурный по Нью-Йорку решил выяснить, когда и как в Большом Яблоке появился один из самых известных видов транспорта. Самые популярные автомобили в Нью-Йорке – это машины желтого цвета. Но кто не знает об этих транспортных средствах? Почти каждый турист в Нью-Йорке, приезжая сюда, делает одно и то же движение, поднимает руку и пытается поймать машину желтого цвета. Но интересна история возникновения такси в Нью-Йорке. Первое такси в Большом Яблоке появилось еще в начале 19 века. Тогда по городу ездили повозки, запряженные лошадьми. Они выглядели примерно так же, как сегодня выглядят кареты, которые курсируют в Центральном парке. Управляли повозками в основном иммигранты из Ирландии и представители афроамериканской общины. Вообще в городе их называли ночными ястребами. Но уже через несколько лет вместо конных экипажей в Нью-Йорке появились автомобили. В 1907 году житель Нью-Йорка по имени Джон Хёрст, тогда он уже занимался автомобильным бизнесом, в какой-то газете прочитал о результатах социологического исследования. Оказывается, было доказано, что люди, которые гуляют по городу, чаще всего обращают внимание на желтый цвет. Ну и тогда предприниматель решил, что в Нью-Йорке обязательно должно появиться такси желтого цвета. Но у желтых все же появились конкуренты. Еще через 10 лет на дорогах Нью-Йорка колесят знаменитые автомобили «Чекер». В итоге к 50-м годам именно машины «Чекер» станут неким стандартом частного пассажирского транспорта. В 1970-м чиновники наконец-то выбрали один официальный цвет городского парка такси. «Желтый». Причем все желающие водить и зарабатывать уже тогда должны были получить специальную лицензию, так называемый медальон. В 80-е годы на рынке появился человек, которого потом назовут королем такси. Это Евгений Фридман. По данным Блумберг, уроженцу Санкт-Петербурга вместе с напарниками удалось скупить большую часть медальонов. Причем их стоимость составляла миллионы долларов. В 2017-м, по данным комиссии по такси и лимузинам города, медальонов было выдано более 13,5 тысяч. Но их стоимость резко сократилась в последнее время. Сейчас эти знаки можно купить за 300-400 тысяч долларов. Сегодня, как и 80 лет назад, с медальоном можно самому крутить баранку или сдавать авто в аренду. Водитель Мухаммед Абу-Зафи платит владельцу медальона 2,5 тысячи в месяц. Иммигрант из Бангладеша уже 10 лет катает туристов и жителей Нью-Йорка. О своих доходах он говорить не любит. Миллионером пока не стал. Ну вообще я деньги не считаю. Но это тысяча долларов, две в месяц. Ну все по-разному, зависит от сезона. Но я не переживаю по поводу зарплаты. Есть деньги, я их трачу. А что будет потом, не так уж важно. Вообще претензий к водителям желтого такси много. Некоторые автомобилисты жалуются, что эти водители не знают правил дорожного движения, постоянно подрезают, ну или, например, показывают поворот, когда уже повернули направо или налево. Но с другой стороны их тоже можно понять. С приходом на рынок компании Uber в 2011-м желтые кэбы потерялись в потоке пассажирских услуг. Водители Uber и Lyft заполонили город. Чиновники на жалобы отреагировали и запретили компании Uber выдавать лицензии новым водителям. Как раз на этой неделе станет известно, будет ли мэрия продлевать свое распоряжение. У частных таксистов тоже есть претензии. В этом году они вышли на акцию протеста. Вот так они возмущались очередным повышением налогов. Желтые, белые, серые и даже зеленые – это все краски такси Нью-Йорка. Кстати, автомобили зеленого цвета работают во всех районах Нью-Йорка, кроме Манхэттена. Они могут доставить вас в центр города, но взять оттуда пассажира не имеют права. То водители желтых кэбов отстаивают права, то сотрудники компании Uber или компании Lyft недовольны условиями своей работы. Похоже, в бизнесе по предоставлению услуг такси всегда будут проблемы и вечные споры. А еще совсем недавно в Бруклине запустили вообще беспилотные автомобили. И кто появится на дорогах Нью-Йорка лет так через 20-30, на этот вопрос ответить сейчас, пожалуй, не может никто. Денис Чередов из Алчичио, РТВА, Нью-Йорк. Департамент образования Нью-Йорка предложил исключить шоколадное молоко из школьного меню. Чиновники хотят заменить любимый детский напиток на другие продукты, которые содержат меньше сахара. По словам специалистов, употребление шоколадного молока является причиной для ожирения. По данным Министерства здравоохранения, четверо из 10 учеников начальной школы имеют избыточный вес или страдают ожирением. Департамент уже давно выступает за запрет, сообщая, что дети, которые пьют шоколадное молоко два раза в день, потребляют около 80 граммов сахара каждую неделю. Это почти 3 килограмма сахара в год. Хотя идея явно имеет благие намерения, родители считают, что запрет шоколадного молока не самая острая необходимость. В сфере образования в Нью-Йорке хватает других проблем. В некоторых районах, например, не работают школьные автобусы, а сами учебные заведения сильно переполнены. Почему жителю Индии не удалось прилететь в Нью-Йорк и чем прославились полицейские 41-го участка? Об этом сразу после рекламы, через пару минут. Мы снова вместе. В прямом эфире вы смотрите программу «Дежурный по Нью-Йорку». Я Денис Чередов. Мы продолжаем выпуск. В Бруклине полиция разыскивает грабителя ювелирного салона. На этих кадрах видно, как мужчина в шляпе стоит у прилавка, а затем совершенно спокойно протягивает руку за прилавок и достает коробку с драгоценностями, а потом прячет ее в карман пиджака. Затем грабитель также спокойно покидает магазин. Полицейские прибыли на место происшествия слишком поздно. Как рассказали сотрудники салона, мужчина унес с собой 18 колец на общую сумму в 95 тысяч долларов. Всем известно, что в Америку пытаются попасть сотни людей, и порой некоторые из них выбирают очень своеобразные способы это сделать. Так молодой человек из Индии замаскировался под 81-летнего старика. С фальшивым паспортом и визой он собирался прилететь в Нью-Йорк. Но внимательным сотрудникам индийского аэропорта этот человек показался уж сильно подозрительным. В итоге несостоявшегося путешественника задержали. Позже стало известно его имя Джаэша, подпателю на самом деле 32 года. В Индии мужчина работает электриком. Но вот мечта электрика переехать в Нью-Йорк так и не сбылась. Другим темам в Нью-Йорке в этом году исполнилось ровно 50 лет афроамериканскому параду. Впервые представители именно этой большой общины Нью-Йорка вышли на улицы Гарлема в 1968 году. Тогда таким образом афроамериканцы отстаивали свои гражданские права. Но и сегодня для них парад это не только зажигательные танцы. Это еще и напоминание о трудном и тяжелом пути, которым им пришлось пройти. Репортаж Алины Полянских. На кабриолете экс-мэр Нью-Йорка Дэвид Динкенс и известный конгрессмен Чарльз Рейнджелл. В колонне 50-го афроамериканского парада много местных знаменитостей. В разное время в роли почетного маршала на шествии выступали актер Дензел Вашингтон, режиссер Спайк Ли, конгрессмен Адам Клейтон Паул Младший. Юбилейный парад объединил более миллиона человек. Вот уже полвека дневной афроамериканский парад проводится каждое третье воскресенье сентября. Бульвар Адама Клейтона Младшего в Гарлеме был выбран местом проведения из-за его исторического значения в черной культуре. Именно этот бульвар был сердцем Гарлемского ренессанса, эпохи, известной активным развитием афроамериканской культуры в Соединенных Штатах. В этом году организаторы решили уделить внимание достижениям афроамериканцев в области политики и управления. Честность и прозрачность – это хорошо. Так официально звучит тема парада. В шествии приняли участие гости из 12 штатов, в том числе так называемый взрывной оркестр Университета штата Вирджиния. Дерек Перкинсон не пропускает ни одного парада. Свою жизнь он посвятил борьбе за гражданские права афроамериканцев. Он возглавляет некоммерческую организацию, которая была основана преподобным Аль Шарптоном, одним из самых влиятельных правозащитников в мире. Мне 48, и я прихожу сюда, наверное, уже лет 40. Мы приходим сюда, чтобы показать свое единство, свои таланты. Вы можете здесь увидеть детей, занимающихся каратэ, марширующие оркестры, музыкальные и танцевальные группы, представители местной власти. Это показывает, что мы не только преступники, наркоторговцы и все в таком духе. Посмотрите, афроамериканцы везде. В полиции, среди пожарных, в судебных структурах, в политике. И все мы один народ. И мы должны напоминать об этом каждый год. Все участники парада выходят под общим панафриканским флагом. Это, пожалуй, единственное мероприятие, где практически невозможно увидеть американских звезд и полосок. Повсюду только цвета африканского освободительного движения. Где красный – символ пролитой африканцами крови. Черный – цвет кожи, объединяющий все этносы в нацию. А зеленый – символизирует бесчисленные природные богатства Африки. Организаторы считают, что это один из самых важных дней для африканской общины США. Это не просто праздник. Участники шествия в Гарлеме превращают легендарный район в один большой пикник с танцами. Тут-то и понимаешь – афроамериканцы знают толк в веселье. Алина Полянских, Феликс Глюкман, RTVI, Нью-Йорк. Ну и последнее на сегодня. Сотрудники полицейского участка номер 41 прославились на весь город. Они помогли принять роды. Накануне стражи правопорядка услышали крики на улице недалеко от полицейского участка. Трое сотрудников выбежали из участка и увидели женщину, у которой начались схватки. Доехать в госпиталь не получилось. Но в итоге сейчас и мама, и новорожденный чувствуют себя прекрасно. Полицейские, которые в тот день были акушерами, уже навестили в больнице младенца и его маму. И вот вполне возможно, что мальчик, когда вырастет, пополнит ряды нью-йоркской полиции. На этом все. Мне остается напомнить, что в любое время вы можете связаться с нашей редакцией. Если вы стали свидетелем происшествия или сняли необычное видео, присылайте его к нам по адресу, который сейчас видите на экране. Вполне возможно, именно вашу новость мы покажем в программе «Дежурный по Нью-Йорку». А я, Денис Чередов, благодарю, что были с нами. Мы обязательно увидимся вновь на RTVI. «Дежурный по Нью-Йорку»